Ты еще не подписался на телеграм-канал? Тогда советуй это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников, какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Всем привет, дорогие друзья, и добро пожаловать в мой влог. Сегодня мы отправляемся с вами на ренчо Старщайна, так как туда завезли новых лошадей, двух американских верховых. Я очень сильно интересовалась этой породой, и как только их поставили на продажу, мне позвонил Джош и предложил приехать их посмотреть. Так что собираемся, покурим вещи, и я вместе с моим сегодняшним оператором собираемся и выезжаем на просмотр лошадок. Пока мы добирались до ренчо Старщайна, Джош уже успел выслать мне две фотографии как раз-таки новоприбывших лошадок, и мне в душу запал гнидой американец, прям очень сильно. Мы приехали на ренчо, сразу пошли его смотреть. Конь оказался очень в хорошем настроении, расположен к общению, вел себя довольно спокойно, имеет очень четкие очертания гнидой масти, красивая блестящая шерстка, черная грива, черный длиннющий хвостик и красивая отметина на мордочке. Я решила, что с позволения Джоша надо попробовать этого жеребца под седлом. В итоге Джош дал добро, и мы взяли старенькую амуницию из конюшни и начали седлать нашего нового друга, чтобы объездить на нем и попробовать, как он вообще реагирует на присутствие человека на его спине в бочке за конюшней на ренчо Старщайна. Приятным бонусом оказалось то, что конь очень спокойно ведет себя в руках. Я не ожидала такой спокойной реакции. Шел он, конечно, позади меня, но для начала я была очень рада его поведению. Мне повезло, что сегодня со мной Василиса, и она меня снимает, поэтому вкратце расскажу историю этого коня. Он был куплен как спортивная лошадь, но в итоге хозяева оказались, скажем так, вообще не знаками своего дела и чуть ли не загубили коня. В итоге они хотели его продать на бойню, но благо знакомые Джоша решили его забрать, выкупить за смешные деньги и отдать Джошу на перепродажу. Ну и, конечно, он долгое время проходил реабилитацию на Южном Копыте у семьи, которая там проживает. Конь оказался очень плавным в управлении. Он легко понимает, когда нужно перейти на более быстрый алюр или же замедлиться, пойти на поворот и на резкую остановку. Он бы прекрасно подошел для вестерна. Ну что ж, вот мы и поработали, и пора высказать свое мнение об этой лошади. Мне безумно понравилось работать с этим конем. Такую отдачу и полную уверенность в седле я не испытывала еще ни на одной из своих лошадей, когда я их только-только покупала. Такое чувство, что как будто бы я уже знаю этого коня всю его жизнь. Сразу, как только я села в седло, я почувствовала ощущение безопасности, комфорта и как будто бы даже ощущение того, что лошадь будет меня оберегать, не будет делать ничего опасного. То есть я могу целиком и полностью довериться коню, но в свою очередь конь целиком и полностью доверяется. Недолго думая, я поняла, что покупаю этого коня, поэтому мы прошлись до Джоша, узнали все тонкости его продажи, а также стоимость. Примерную мне ценник Джош называл, но по документам я еще не видела точную сумму. И также мы уже заранее договорились о коневозе на следующий день до моей конюшни. Так что садимся в машинку вместе с оператором, едем в город Юрвик, так как нам нужно заехать в банк. Поехали! Благо мне удобно добираться до банка, я быстро сделала там всю операцию по переводу. И мы сразу направились к конюшню, так как там нужно было подготовить дымник для будущего коня, который приедет уже завтра утро. Мы поменяли подстилку, уже написали даже табличку с именем. Вы можете видеть, что лошадку будут звать пламенный мастер. Налили свежую воду, чтобы убедиться, что ничего нигде не протекает. Благодаря большим запасам разных кормов мы заранее определили, какой же рецепт смеси мы будем давать лошадке первое время. Также вытащили и просушили, повесили ему первое сено, которым будет кушать по приезду. И уже были готовы встречать нового постояльца моей конюшни. Рано утром мне позвонили и сообщили, что коневоз приехал вместе с пламенным мастером. Я специально арендовала комнату в конюшне Морландо на одну ночь, чтобы рано утром я смогла сразу встретить пламенного мастера и отвезти его в новый дымник. Я была безумно счастлива, что этот конь теперь будет жить в моей конюшне вместе с остальными лошадками. Несмотря на то, что он не особо запачканный, после поездки мы его чистим, чистим его копытом, расчесываем щеточкой и оставляем его отдыхать на некоторое время. Ну а чуть попозже вы вместе с нами поведете этого прекрасного мальчика на пастбище. Пока что пусть пламенный мастер отдыхает. Мы будем следить за его самочувствием. Все-таки сегодня очень волнительный для всех день, это его проезд. Дальше посмотрим, что будет. Следите за влогами, а чтобы их не пропустить, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новых видео про конюшню Дубуру Велберг. Ну и также, чтобы знать, как дела у ее лошадок. Отдельное спасибо сегодняшнему видеооператору за шикарные кадры Василисе Лайден. Субтитры сделал DimaTorzok Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам, до встречи в следующем видео.